привет ребята я на том же месте он там стоит фарватере фактически пробует глубине кидать а я решил с ружьем сейчас вот в эту заводинку сейчас вот туда загнуться и попробовать с подхода уточку вчера они там сидели в той заводинке и кряки сейчас оттуда прям крякает вдруг получится я вообще не особо-то любитель охоты с подхода в основном как вы знаете это вот вода чучела торфяники малые реки она сидела сейчас мы и покрякаем в монок дождь лил весь всю ночь с утра сейчас время 12 дня уже сейчас прекратил такой мелкий мелкий идет влажность чуть ли не стопроцентная пасмурно но не холодно утка там она всегда сидит там ей спокойно вот это скорее всего бобры тут натаскали вот этого бобровым и следы бобрины я видел сейчас я туда загнусь аккуратно по кряку тут хорошо песок идешь не слышно главное сейчас вот это преодолеть ну не пуха попробуем а дальше план уже на лодке просто плыть туда как обычно и побросать воблер выхода есть попробовать может сегодня после ливня щука более активно будет сороки цапли серые цапли пошли я желаю надо поднимать я желаю что это я не знаю я желаю я желаю я желаю нету нет ребят утки нет ну ладно наш не судьба он они там плавают они вон там сидели вот этот как он рукав да и вот там вот они где-то вот там сидели вот у того мыс . у той бровки вы поднялись и ушли нет ну даже стрелять то там далековато метров семьдесят восемьдесят где-то вот так вот ребят причем эта пара ушла и где-то оттуда я слышал выстрелы с моря ну прекрасно будем рыбачить ребят все вода немножко поднялась воды стало больше так что я сегодня попробую может быть вобли воблер потяжелее воблерок возможно сегодня будет поинтересней с рыбалкой выбираемся такой вот тут за или на берег так ребят ну все я выгрузился буду сейчас рыбачить пробовать опять заморосил мелкий дождь и он так сегодня везде не будет значит буду пробовать опять же вот вот на такой у меня еще есть вчера на него я и поймал как раз таки вот видно даже тут зубки уже щучьи вот такой воблерок это он не суспендер он не заглубляемый вот он покажу коробку на случай чтобы понимали это сейчас редкость это японские воблеры зи бейтс марк ну как он линейка ридж вот и собственно есть у меня вот такой более большой тоже кислота это уже 93 заглубляемый там до двух метров этот вообще но он не тонущий вот поэтому где-то 0 5 метр полтора помню до полутора это что касается то вот прямо они рабочие вчера я ими прям выдернул эту щуку и вон какие сейчас выходы ну ребят будем пробовать я думаю что сейчас по погоде нормальный такой рыбацкий день попробуем сейчас вот на этот не тонущий не хвоста нам попробуем бросить вот по этому берегу где вчера я принципе поймал потому высочку выходы тут есть но я подозреваю что рыба не активно очень много малька всякого рыбы стоит это вот может баловаться мелочь всякая окунёк мелкие и щука может просто стоять вот такие выходы красивые не думаю что толку вчера такое же было не знаю посмотрим вдруг а поесть ребята есть ух ты есть ничего себе с первого заброса неплохая вроде щучка то ребят ну вот она может и это качет она слабо как то потому что кажется не борется 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 вот она ух ты ребята нет хороша хороша ух ты ребята вот это да ты туда заглотил это как а заглотила как а вот это ребята щука ну ка иди сюда иди вот это щука вот это щука ребят ты видел но это полторашка олег наверно это прям экземпляр такой заглотил аж по самой гланды на воблер да этот на кислоту представляешь вообще ну тут безземника какого-то не обойтись потому что она там глотанула просто по самой забравишь она жабра все повредила а удар такой прям ты знаешь что ты да он ну она ударила сразу села а потом где-то на середине вообще ослабло я думаю на мелкие окунь ну или мелкая щука она бывает а под берег вообще как начала бить ну-ка ну 2 380 показывает 2 короче 2 400 до этого первый раз показал 2 380 вот так вот даже покажу что она на весу еще раз да ну вот это вот это уже олег в принципе похоже на трофей конечно не трешник но для этих мест щука что надо я очень рад ребят это просто красота ребят ну словом прям вообще я здесь таких не ловил вот в прошлом году такие были полторашка была там килограмм самая большая наверное ну здесь ну просто красавица ведь ну вот это улов не такая щучка ну как с полем да будем пробовать дальше олег пошел тоже как я сейчас тоже на воблер переключусь но он пробует вот этими maps ами там четверка 3 тройка четверка ну пока безрезультатно окуня и такой-то клёв конечно не очень-очень много мед мелочи плавает кормовая база есть будем пробовать еще ее выдергивать вообще и вот такая красивая 8 ребята просто до золотистая сосны елки лиственницы всякие вот вам южная тайга осенние так ребят проверил снасть все в порядке забыл вам сказать да у меня поводок этот тридцатка 30 сантиметров титановый думал поставить там до 20 25 нормально даже но как сейчас оказалось заглотила вот такая вот щука крупная довольно таки заглотила ее очень хорошо и вот 30 как раз хватило чтобы до шнура она зубами не дотянулась то есть все нормально лучше с запасом все-таки брать на 6 килограмм рассчитано принципе как и шнур этот у меня 8 жилка тоже на 6 килограмм но это нарывок а так то можно конечно рыбу и больше выловить было бы она сейчас та же самая схема вот к этому мысочку и здесь облавливаю не знаю стояла ли это щука там постоянно или проходящая было но особо то клево и не туда получается что может быть и эпизодически будем пробовать дразнить ее тем же методом вон там выходы какие классные я даже не знаю щука это там плечет ох ты ничего себе или там это окунь балуется в общем какие-то выхода есть не слишком хороший заброс у меня получился где-то крякает утка но тут уж выбирать либо стоять ждать ее ну так хорошо не слишком близко к берегу чтобы за растительность там не цеплялась и в то же время если сейчас она там есть рыба можно и оттуда выдернуть ухты здесь попробую неплохо а поесть или сошла зараза сошла сошла ребят сошла ну поклевка хорошая была исход не зацепилась ну бывает ничего ну вот прям с этого же места опять же ну опа есть есть ребята есть на середине прям ну небольшая 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 прям хотя вот она вот она идет вот она пасть ну как небольшая сковородочная вот она мне такая же как вчера в принципе может быть чуть чуть поменьше сковородочная щучка да 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 вот ну 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 все все вот вот вам ребята пожалуйста тоже вариант я говорю она вот у этого берега и стоит ну красавица это на сковородку самое то да ну ладно ребята 730 обалдеть вроде щука небольшая вроде небольшая 730 надо же олег смотри вроде она такая небольшая да а весит нормально ну может быть она с икрой не знаю а тяжелая да я смотрю ты на это место не просто так сместился и наверно правильно сделал вот такая лопата тебе пойдет лопата зачем она лопаться что лопатки не пойдет вот такая типа идет я тема я те могу дать этот но да он глубоко вот эти могу дать такой тоже тоже марки но он тоже глубокий 93 так стой подожди ну ничем ты не угодить эти хочешь такую дом вот бомба просто пушка рапала это вообще вся рыба твоя ну ладно вот тебе пожалуйста вот елда будешь на такое ловить не зацепляй к ну попробуй только не меньше я думаю резинки эти давать не буду в них тут смысла вообще нет никакого только усики смотри вот дай-ка так чтобы они были перед крючком иначе это от этого эффекта не зацепляй ки у тебя ничего не будет да прям там и оставишь и хотя я не думаю что она будет у тебя просто подну сейчас скрести и уже виша ржавеет ну вот тебе пожалуйста китай ну ладно ну попробуй как вариант ну ты нет у тебя все профессионально сумочка все вот явно спортсмен спортивная рыбалка я наверно сейчас чайку махану до взятка сыра но внутри тепло не располагает нет нет настроение не рыба ничего хотя вот но олег ну вот как говорить есть не располагает ну вот в принципе то нет ну по крайней мере не для малых рек точно вот карандаша я поймал вот из-под того берега вот вот это вот 650 которые грамм вот оттуда вот посмотри вот так я бросил да она и тут тоже в прошлом году прям хорошо стояла до у олега прямо профессиональный стиль заброса и это конечно здорово это есть чему поучиться я как этот вот рыбак конечно я такой себе ребят больше охота рыбалка это так тоже конечно интерес когда особенно клюет и вот такие экземпляры попадаются ну и опять мороси то . такая прям хорошая надолго видимо хорошо как смотри прям вообще классика вещь она летит ох ты есть да я тебе говорил а я тебе говорил испытать ты лодку обойди только вот вот ну 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 то но ска такой же сковородочный 7 700 с чем-то ну вот и олежка обрыбился вот он пожалуйста ночью самое то на сковородочку вообще красота так ну-ка вот этот покажи вот это что у тебя в руке вот она сама она сейчас у тебя туда еще сойдет лови ну а ну да классная штука и руки да не это сам ну такой карандашик ночью слушай нормально вообще давай красавчик с уловом наконец-то обрыбился я тигру на воблер вот вот и меня не слушаешь и вот из вот на мою нет на свою ну-ка покажи на какую классическая тогда вот такая вот золотистая ну это вообще этого прям вот это с дедовская советская колебалка они всегда работают опять же эпизодически да лишь кто все-таки это не такой из-под того берега да вот вот она там и стоит я тигра вот она там стоит зараза вот так ребят вот я за тебя очень рад дружище молодец на безрыбье рак рыба но эту берем сто процентов а вот хорошо ты его так взял а потом ты ее как так и будешь держать или снимешь сейчас с продолжаем разговор ну да она не не то тебе не рвет ничего не дергается то мне наверно тоже такую надо взять будет вот такие условия ребят опять мороси мороси то ветер прям сюда и затянуло прям вообще даже облаков уже нету там он прям видно деревья уже так это ветер там сильный на море сильный здесь еще лес защищает не вроде не так уж ощущается но прям нагонит сюда прям капитально вот так вот вот душа охотника и рыбака до тянет у нас в такие приключения в такие погодные условия ну что поделать душа на месте не сидит что не в доме сидеть у печи ох ты и все равно она не хочет нет игра на то тут она стоит она просто стоит опа есть есть это она ну но по-моему небольшая по мою или или это окунь или небольшая щучка до небольшая щучка такой кран карандашок но он такой прям вообще маленький карандашок ну иди сюда бойкая такая вот смотри ну чё отпускаем ну хотя это значит на уху пойдет в принципе и на копчение это уж не совсем прям это ну не знаю знаешь когда такого клёва нет ну вот это ну грамм 300 не больше максимум 400 вот они такие вот щуки на торфах где я хочу силуются да вот примерно такого калибра но может иногда чуть побольше кто-то говорил что три с половиной вылавливал я ни разу такого там не видел и сам не ловил ну ты знаешь там где три с половиной там и 5 ну ребят вот такой вот щуренок да в принципе ты знаешь на копчение пойдет да ничего закоптим нормально когда в прошлом году вот мы ловили я таких уже отпускал о в эфире передача смеха панорама вот такой вот колебалка и вот рыба олег и ты наверно приговаривал ловись рыбка большая маленькая ну хотя бы маленькая ну мечты сбор ну а что не рыба как макс говорит рыба ты хотел рыбу вот рыба и вот из-за такой вот рыбы вот из-за такой щука то она и не активна потому что ей кушать в принципе есть что нет такой конечно надо снять и потом выложить ребятам показать в группу ну посмотри о поесть сошла не зацепилась ребят сошла сошла щука ну это видать небольшая была хотя сход ну вот она не очень-то активный берет и раздразнил но ничего и выдернут все-таки из кустов да ну ну что вот такая рыбалка у нас получилось два товарища два рыбака охотника утка летала утка не летала но плавала на утку спугнуть да не ничего нормально я считаю даже в сравнении со вчерашним днем сегодня лучше ну и к вечеру распогодилось немножко распогодилось я надеюсь что нет завтра обещают вообще просто кошмар весь день ливень поэтому мы сегодня молодцы с тобой все сворачиваемся давай все не прощаемся ребят посмотрим что дальше будет наше приключение у нас еще рябчики ведь еще разведочка куда-нибудь мы еще съездим только бы с погоды было все хорошо но это ладно 8 природа ну в общем с уловом нас еще неделю в запасе конечно так что собираем шмурдяк и выплываем руб сто вот Дождик опять сейчас прошел, но сегодня погода прекрасная, и для рыбалки давление поднялось. В общем, мы снова на терехе, сегодня попробуем порыбачить щуку. Выхода есть, и сразу заранее выкидываем чучела, на вечерку в кусты сядем, Олег он старается. В общем, посмотрим по рыбалке, что будет. Ветер сильный наверху, но хоть ливня нет, сдуло. Сейчас хорошо, и красота такая, прям красивая тайга, осенняя. Пьем традиционный чай. И вперед на тот же Риджик, который не тонущий, 90-й. И прям вот где в прошлый раз я вот эту 2400 взял. Сейчас попробуем. Воды прибавилось, ребят, воды прибавилось. Немножко, но прибавилось. Опа, есть, сидит, сидит, ребят. Сидит, где-то с середины сидит. Ну, вроде небольшая щучка. Вроде небольшая, хотя сейчас посмотрим. Даже не похоже, что щука, не знаю. А, нет, щучка. Ну, такая сковородочная, отлично. Да, отлично, ребят. Вот такая же щучка, грамм. Грамм на 700-650 примерно. Сковородочная щука. Стандартная щучка, ребят. Сковородочная. Сковородочный вариант. Вот так вам покажу. Ну, здорово. Первое сегодня. Так, ну-ка. Сколько у нас? 800. Обалдеть. 800, ребят. Вроде бы щука небольшая по виду. Ну, ребята. 800. Ну, нормально. Есть можно. Опа, есть. Есть, есть. Неа, сошла. Хе-хе-хе. Эх, сошла. А потащил-то как хорошо поначалу. Ну, видимо, там эта растительность, она за растительность. И не взяла. Ну, бывает. Даже шетофрикцион сработал. Да, и выходов-то нету больше, я смотрю. Что прям стихло моментально. Хотя... Хотя должна, по идее. Опа, есть. Только я сказал, должна, есть. И вроде неплохая. Хотя, странно. Она как-то бросается... Опа. Да, неплохая щучка. Та, такая же, в принципе. Да, прям-то они прям стандартно идут. О, ребята. Да? Ну, красота. Стандартная прям щучка. Сейчас тоже замерим. Ну, ребята. 615. Ну, они прям типичны, стандартно идут. Ну, вот на уху сегодня нам с Олегом есть уже. Вот они, красавицы. Ну... Уху... 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 опа опа есть есть ребята есть в небольшая щучка небольшая щучка или это окунь бойки бойки такой скорее быстрее окунь наверное ребята не похожи на щуку или очень маленькая маленькая щучка да ребят ну малыш какой да куда не ну куда ну что ты ну что ты ну что и стой ну ну ребят какой малыша сейчас мы его отпустим уже таких мы не берем маленькая щучка клюнула стоп ну стой стой сейчас ну давай 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 пошла пошла он стоит еще до сих пор о о о о о давай 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 расти и ухты ну это вообще смотрите что идет вот это да вот это сейчас нас накроет видимо моментально сносит как вот это что у нас сидит но это опять да это опять какая-то небольшая щучка и сейчас накроет скорее все ливнем да вот вот пожалуйста ребят ну но это нет это у нас окушок это ребята кушок ну а кушок у нас пойдет с вами тоже кухе сегодня у нас уха по программе ну а кушок тоже хорошо причем забагрился окушок вообще он он просто забагрился да 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 туча большая черная о все хорошо плач палатку взял вот такая вот погода ребята в октябре здесь на рыбинке южная тайга вот пожалуйста все это хозяйство моментально так вот накрывает ну что поделать охота и рыбалка пущий неволе что называется пару раз бросаем и садимся охотиться все смысла в этом нет никакого клевать она сейчас не будет а может сейчас пройдет этот дождик и все успокоится такое бывает красота я знаю ну а чё куда деваться то сейчас пойдем садиться в эти в кусты накрываться там и сидеть а чё еще делать ну ветер ну фронт утки до утки то это о сандре и я далеко не он уже покрупней а о я одного окушка взял но такой с ладошку на уху тоже пойдет да так я на прежнее место сюда сажусь одевая плащ палатку вот так вот здесь не сидели вот эти коренья тут все и туда оба дружбой накрываемся и сидим мокнем под прекрасным осенним ливнем вот такая погода прекрасный осенний ливень вечерний накрыл и капитально идет прям фронт олег лазит в кустах дождевики дождевик весь мокрый лодка мокрая все мокрые я сижу прекрасно под брезенту и плащ палаткой на абсолютно мне на меня ничего не капает в принципе костюм у меня мембранный то есть защита есть и все прекрасно ребят даже что-то гремит ну и будем сидеть вот так вот под дождем манить утку ветер вроде бы стих и даже просвета никакого не видно видать зарядила это все ну в принципе я так предполагаю вообще до вечера до ночи ну и ладно ну а куда нам деваться у нас кучела сейчас он будет усиливаться естественно этот дождь вот такие погодные условия ну тоже своеобразные приключения почему нет и и ухты вот это молния прям над нами гроза в октябре обалдеть редкость ох красота вот переждали мы этот фронт переждали мы этот ливень вся плащ палатка снаружи мокрая внутри волглая а я сухой я просто сижу сухой счастливый сухой с двумя щуками ну точнее их было три одну и отпустил уж слишком маленькая но и вот ждем прекрасную вечерку все отлично и вот там уже просвета ребята и 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